Один против всех и все против одного в такой ситуации оказалась Великобритания после того, как официально объявила о выходе из Европейского Союза. В чем обвиняют Терезу Мэй, ее еще вчерашние союзники? Оксана Кундеренко подробнее из Лондона. Не успели выйти из состава ЕС, едва успели уведомить о своем намерении, как вся Европа ополчилась против Великобритании. На шести страницах вот этого письма Терезы Мэй и Дональду Туску нашли шантаж, угроза безопасности, отказ платить по счетам и еще много чего, что можно прочесть между строк. Премьеру лично пришлось оправдываться на страницах газеты в телеинтервью. Ее обвинили в отказе совместно бороться с терроризмом, если она не получит выгодного торгового соглашения. Решили, что Британия не будет платить взносы в Евроказну и займется банальным вымогательством. Мы не будем откупаться, чтобы выйти из ЕС. Мы и так выйдем. Наши граждане в первую очередь требовали сократить колоссальные отчисления в бюджет Евросоюза. Думаю, придется поработать для того, чтобы получить соглашение о всеобъемлющей зоне свободной торговли. И мы будем торговать с Европой без дополнительных таможенных тарифов. В британском парламенте сегодня представили большой законопроект об аннулировании. По сути, о переходе от европейского законодательства, судебной системы и чиновников к собственным. Мы очень хотим легкого и безболезненного Брекзита. Новый закон должен нести ясность для бизнеса, работников и потребителей в Соединенном Королевстве. На Мальте тем временем собрались многие европейские лидеры. Ангела Меркель вчера не скрывала недовольства относительно Брекзита, а сегодня и вовсе показательно ни слова о нем не произнесла, в отличие от брюссельских чиновников. Как ни странно, Брекзит имеет и положительные стороны. Мы, 27 стран Евросоюза, стали более едиными и целеустремленными, чем раньше. И мы остаемся такими в преддверии сложных переговоров. Хочу сказать, что Брекзит это не конец Европейского Союза. Мы должны воспринимать его как новое начало, которое сделает нас сильнее. Во Франции президент Алланда отметил, что выходить из ЕС Британии будет больно. И лишь евроскептики вроде Липен нахваливали смелый шаг Лондона. Политика политикой, но показательнее всего отреагировал бизнес. Страховой и финансовый гигант Ллойд перенес штаб-квартиру из Лондона в Брюссель. И уже сейчас, не дожидаясь итогов Брекзита, переводит сотрудников в континентальную Европу. Похоже, без болезни на развод не пройдет. Оксана Кундеренко и Валентин Берич. Подробности Британское бюро телеканала Интер.